так поехали экранчик видно вам нет беседу да видно да экранчики есть так сегодня у нас 25 июля четверг мы на разборе сделок у нас не так много людей сегодня 7 человек смотрю в чате ждут когда жахнет золотишко я тоже жду очень интересное движение сегодня прям ецбешечка оживила так ну по разбору еженедельные разборы прошлой неделе у нас была такая провальная ни одного скрина ну сезон отпусков я думаю так так начнем начнем с начнем вот чего так первый скрин так ирина сегодня торговала так это нефть что-то да были я и да нефтяночка нефтяночка давайте посмотрим нефтяные тренды пытаемся разобраться до американочка трешка от запасов великолепно просто просто великолепно обожаю новостные тренды 24 23 22 19 значит это понедельник это вторник это среда по средам запасы и отработка запасов третью волну очень качественный тренд выход здесь рядом был кругляк конечно можно было ну по большому счету на кругляке выход класс класс мне очень нравится такой такие тренды стоп относительно небольшой можно было и больше ставить выход двумя частями великолепно просто великолепно даже нечего комментировать здесь и это легко проверить в тестере на самом деле прогнать запасы спасибо прогнать запасы и работать только с ними очень качественный тренд я думаю ребята будут брать пример с него так следующее у нас на очереди гроза форекса максим так точно поехали значит максим любитель третьих волн от каких-то импульсов значит австралий или нонки нонки ага начнут нвп вот здесь и от них трешечка в площадку просто бомба просто бомба смотрю пожадничал вот здесь да не они пожадничал у меня почему-то не закрылась я увидел что мне было закрыть я закрыл маленький был да скорее всего ну хорошо хорошо а кстати это же самая идея там через другие долларовые инструменты сработала по моему да но я выбрал в стрелите у него была самая интересная площадка там справа дневки здесь ты скрин сдвинешь ты увидишь куда целилась на д-1 вот по другим инструментам ты хоть что-то пенал здесь не доливался в шорты как пент тенденция ну мало не знаю как упустил этот эту ситуацию например но не знаю как вот на ну как как австралийцев в чистую работает вот с дневными с дневным price action но вот допустим я вижу чистейший внутренний бар да с обновления нормально отработался и инициатива шортовая нормально здесь с площадкой тоже все отлично следующий внутренний бар с двумя целями по импульсному и по здесь уже был пробой только по импульсному но я и забрал это движение второе как это пятом один а чего не взял этот пен бар в тенденции по вот этой площадке я в этот момент я не помню что торговал конкретно в этот момент но на стрелить я не смотрел ну что я после вот этого импульса который был на прошлой неделе я после него обратил внимание на стрелить еще раз то есть я как и так как бы торгую 4 инструмента и не всегда получается для но австралии сон такой слабо волатильный тут почти 70 здесь 69 40 здесь примерно 50 50 пунктов то есть вроде как бы серьезное движение от полтинчик но он не такой аж волатильный но по крайней мере отрабатывает всей площадке и пины и все что хочешь ну да народу много на нем себе вот режут их стопики хорошая хорошая сделочка хорошая нравится мне такие все в рамках системы ну вот это как раз и отдельным прислал не знаю зачем на всякий случай чтобы было неплохое соотношение думаю перехать тебя бы уже не устраивал профи получил подлиньше чем чем стоп на самом деле на самом деле у меня стоп был чуть повыше я вот он ставил за амеров там надо наш один было еще screen прикрепить я ступился за амеров внутреннего бара и там был стоп ну чуть повыше чем вот сейчас ты видишь но соотношение все равно было большое больше чем один к двум даже некоторым все обычный внутренний бар который все разгрузил все что было вот эта племинация после его внутренней и все ну классно я что-то вот этой ситуации не помню вот этой вот вот этого поглощения то брал вот это давление набрал я его я его брал еще причем внутри это было на нонках тоже вот этот большой черный бар перед пробоем это были нонки блин лень смотри как хороший бар так новость по нему ну да вот здесь нонки да и вот здесь нонки без нонок не торгуют как сегодня на вот еврик вообще я цбшечка и огонь просто до этого блин стоял как в коматозе еврик ну да там и откупили серьезные вот теперь слушай а ты брал вот это поглощение с этой площадкой верхняя здесь нет нет я просто взялся из-за правила что целюсь там где стопов больше чем за два дня здесь два дня об этом но по сути да было два дня но от 2 плюс до 2 плюс 1 плюс и да а мне обновил да золотишко тоже золотишко внутрь бар тут это классно вот это вот это тренды вот это то что надо отлично отлично за инициативу прятался нет я там был самый большой объем от за день когда я шеркил я за него поставил стоп мы что думать меня выберем я будет просто да 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 просто если меня бы выбило меня было бы еще лучше соотношения перри зашло даже если это один к одному тут не я считаю что это достойно если один к одному даже брать но именно с этой целью и на девках очень видно понятно что многие там хотели там и хотят вот так вот с каких-то неведомых хаев иметь какие-то неведомые лаятым это это утопия это может быть один раз из десяти вот такое возьмете но лучше забирать на коротке вот так вот то есть потом вот мне часто было такое что я там цеплялся там на супер хаях потом рынок дает допустим очень много вообще очень я я у меня здесь шарту было невероятное количество я бы практически всего здесь закрыл потому что я знаю что блин это золото перед тем как упасть и вынесет мозг насквозь надо я очень перезайду потом по нормальным ценам и заработаю гораздо больше нежели я буду просто как бы сидеть и там одну сделку держать ну не то что держать а как правило если вот так вот торгуешь там единичными сделками редко ты перевел без убыток да там просидел там две недели тебя выбило без убыток и она потом все равно пошла сюда но за это время можно было и под фиксится несколько раз перезайти но и сама идея остается но и деньги накапливаются при этом но вот эта цель очень правильно и не потому что тут не знаю что это какой-то супер экстремум это это был минимум двухдневный минимум скаем это очень важно еще им импульсный бар и все кто здесь залез и у кого открыли здесь бай стопы они сюда спрятались но я брал здесь не то ну я брал здесь хаев вот это движение показывал дует у меня еще есть как бы один способ как обмануть казино это когда после очень сильных проходов а ведь здесь а тар вот этого дня он был 300 с чем до 300 пунктов это просто невероятно к тому тому что когда в обычное время но соткой по золоту так вот в таких случаях когда когда вот когда пробои вот ключевых экстремумов ключевых проходят на очень сильно моторе и это происходит в американской сессии или очень поздно как было вот здесь можно работать на возврат но не на какой-то мифический да что там я вот отсюда продав хочу вот сюда вот держать take профит да скажем как это на этот уровень это утопия можно подзаработать вот здесь набирая в шарты и от тремя частями здесь заходил с первой целью сначала теста пробитого вот этого уровня ну то фактически уровень сопротивления да а теперь он поддержкой является то есть на возврат здесь уровень его пробивают на хорошей скорости на хорошем а таре в американскую сессии вы работаете возврат на тест этого уровня рынок может после этого теста и я такой замечал много раз уйти дальше в космос и все и не вернуться но когда этот тест потом еще допустим начинает удерживаться вот так вот да создается паттерн давления мы можем работать на на его пробой но это я конечно забежал вперед вот но то что я сейчас хочу сказать что я это движение взял и в трейдинг чат его показывал после сильных а таров вот таких ну как минимум по золоту да можно работать на откат к вот пробитом уровне физический смысл от явления это закрытие лангов то есть те трейдунишки которые вы здесь угадали вот эти ланги или даже вот здесь под конец дня что хотят правильно они хотят в кабак и они начинают закрывать ланги хотя бы частично или там треть или четверть но закрывать эти закрытия могут привести к вот этим вот движением на которых можно заработать я такие движения очень люблю меня такому трейдингу научил быстрин вот евгений он это подметил на фунте но там чуть другие зависимость но в общем целом это именно этот же самый процесс единственная еще раз говорю а фишка в том что вот этот выстрел таким уровнем он должен идти как бы очень быстро из глубины а не просто что рынок вот здесь вот стоит здесь две недели а потом вы на переходе начинаете здесь срочно сроки вот эта энергия как говорил энштейн да вспомнил ц квадратная вот она накопленная она не и вот этот перекачек не удовлетворит такие вот на торговке не как правило заканчиваться не ложным пробоем а истинным пробоем и вот эти наличие вот этих на торговок перед уровнями они и могут предсказать да каков какой будет пробой еще многие да постоянно парятся там какой пробой будет истинный ложный до пробой настоящий там либо не настоящий курица или яйцо появилась да и начинается демагогия чтобы не было такого просто смотрите как именно цена подходит к рабою уровня и понимание собственно среднего хода но это собственно мои фантазии и сделки мы разбираем сейчас сделки максима очень круто что максим увидел вот этот минимум и очень аккуратно закрыл здесь take profit золото за последнее время таких фокусов сделала немало смотрите вот этот минимум был вот этот минимум видите это был минимум вот этого 11 числа потом было 12 или какое-то выходные это вообще был минимум для 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 недели конкретно так это у нас это выходные да значит это 15 это 16 то есть это лову недели 15 16 и 17 был была вот эта подрезочка ведь очень аккуратно многие у меня товарищи работали в рамках вот этой инициативы шартовой и пытались держать дальше в какие-то бесконечные лая вот все что можно было забрать это вот это вот эти take profit и все то же самое что и вот здесь проблема вот трейдеров на самом деле не в том что они плохо торгуют там или плохо предсказывает рынок проблема в том что они не знают где фиксировать прибыль мало то что они не знают где заходить да но по большому счету то есть это там целая проблема системы все такое но они еще не знают где выходить и фишка именно нашего метода что мы точно знаем где выходить хотя бы это знаем прям вообще точно и все получается таким вот образом и максим живое тому подтверждение так следующие сделочки это канаде канаде на обновление площадочки канадец да да максим добивал его на самом деле рабочка да 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 на самом деле я и 17 пыталась его продать но там как понимаешь успехом это не увенчалась смятом выбила по безубытку и один нос был им 18 я уже добивал очень очень грамотный трейдинг переходчик тут было на на был на самом деле большой косяк в том что я вот увидел эту свечу большую это кстати было ночью то есть я еще не спал тогда решил пострять как там канадец после такого сильного прохода и увидел в моменте до этого ну в 12 часто кидает час ночи вот и я увидел что вот в моменте это свеча вот сильная появилась волатильная я думал что это все пробой истины и покрываем сделать но на фьючерс если было этого пробой вот на хаях не было или на лаях на лаях на лаях не было и до сих пор его ну смотри дело в том что я придерживаюсь такого мнения что наша задача забрать деньги с рынка как говорил великой герчик забрать деньги с рынка можно двумя способами можно упереться там в котировке своего брокера там хорошего или плохого а можно мониторить и фьючерсы и и может быть пару брокеров и ты находился в прибыльной позиции твоя задача забрать деньги если пробой произошел на форе забирай если пробой произошел на фьючерсы тоже забирай если пробоя нет и там и там значит не забирая я так поддерживаюсь то есть здесь нет как бы вот правда да вот где котировки правильно наша задача забрать деньги вот и все я считаю что это это правильно у меня трейдер один знакомый очень крупный он вообще выходит просто в деньги то есть он также предполагает площадки но допустим он может где-то там здесь просто выйти потому что к примеру это движение стоит 10 тысяч долларов а стоп у него был 5000 долларов это его устраивает ему нравится он тешит свое самолюбие получает удовлетворение прилив энергии и бодрость духа вот понимаешь потому что ему нравится сумма 10000 в тейк профите вот технически грамотно конечно действовать именно все-таки мониторить пару рынков забирать забирать и забирать деньги но я это и сделал да здесь были хорошие попытки хорошие попытки и нормально здесь продажи нормально не очень люблю это инструмент очень шумный вот он больше для другого подходит я кстати вот такая сделал края а я кстати ланге брал я отсюда ланге брал вот сюда кстати и она отработалась здесь бы когда я шок 131 и вот он мне очень нравился я хотел у него влепить и здесь как раз было подрезочкой он опять провалился потом все равно ушел дальше к верхним площадкам выше я несмотря на ну круто круто очень интересно неделька в плюсе да конечно это сегодня уже покажешь а вот эта сделка позорная честно тебе скажу ну как можно было шортить перед ну перед таким экстремумом а он был это был перихай но здесь то не было перихая если близость было перихая чик примеру и твой шорт я бы с тобой ну согласился как-то но опасно но но согласился но как-то ну пинованный борис ты работал в рамках пин-бара до убилка компенсии подтверждения но это понимаешь если бы допустим американцы открылись зоне вот этой плотности вот здесь вот примерно да и эта плотность бы защищи защищалась ну да но здесь фактически уже пробили понимаешь ну совсем дышка здесь осталось чтобы пробить и ты здесь цепляешься я считаю эту сделку правильно то есть если мы все а это было ниже то есть в зоне вот этой плотности к примеру ну вот здесь делал эти сделки были бы здесь но и амеры не заходили так глубоко в хвост своим вчерашним шортам понимаешь нет ну да тогда лично да но здесь это был авантюризм на самом деле в такие места можно смело ставить buy-stop take profit 10 пунктов всегда будешь плюс где деньги это мне отдал и это главное у меня была попытка мне этот пин уж сильно понравился вот которая 23 числа что она подрезала площадке с ровом тебя например шорт был бы вот по концу дня я бы это было лучше чем шорт вот здесь честно я скажу но в арбузе стороны с другой стороны еще чем не не очень нравится здесь работа в рамках вот этого пина у тебя была ну во первых с дурацким тейк профитом вот эти на месте так должно быть как минимум ниже вот здесь ну и нет нет первых целей конечно вот сегодня сегодня допустим ты шортишь у тебя есть площадка допустим местная между американцами азиатами да вот здесь у тебя есть минимум вчерашнего дня у тебя есть минимум позавчерашнего дня я сейчас жду когда золото пробьет вот эти лая никак не пробивает зарану я на минимум это же это местная понимаешь местная зона притяжения местная это вот прям огонь то есть тебе есть понимание где лежат деньги здесь здесь но это жесть особенно когда рынок вот здесь закрылся и ты видишь что у тебя сверху и снизу лежат деньги и американцы еще и подкупили ты оставил эту позицию но она она неправильно с точки зрения price action то есть на дневках ты сейчас включи вот это вот и если ты к примеру будешь оставишь эту сделку на дневках в тестере стратегий на d1 то по кончу по окончанию дня ее надо закрыть с не больно пусть прибыли либо с там с нулевой прибыли но и нас закрыть потому что у тебя площадка дневная не отработала это мега важно так вот ну начал за здравия закончил за упокой да нет почему последний сделал в преседе что я денег и нет денег и не отдал вчера рынку лишь по без убытку все это все же вышел сегодняшнюю сделку что думаю особо комментировать не надо что на новостях там было удар а ты там даже и там тоже продажи в типах а вниз вниз брал да да ну так там же мне она тоже есть я просто закрылся во вчерашний день попала я мы что у меня тоже депозит круглый стал мне понравилось это число я вышел площадок играть круглых депозитов ну что я сегодня видишь по золоту профукал немного ну как передержал короче шарты но ничего страшно не по золоту поеду поеду передержал хорошо стоял пощипал я наоборот евро пропустил золото взял ну ты чё сегодня же день евро сегодня вели великий день этого лиц б да я опоздал минут на 7 наверное когда увидел там уже движение вниз во всю идет уже все продавать новости не видел что не смотрел почему смотрел смотрел меня вообще вот с и цб связаны вообще самое самое наверное яркие ну порой не очень успешные вот но яркие впечатления трейдерской деятельности как сейчас помню вот это движение пятнадцатый год короче ситуация была следующая инвестор был у меня один интересный относительно такой крупный я с ним работал мы с ним в пятнадцатом году пытались взять вот эту месячную площадку сентябрьскую вот начали мы брать ее вот откуда дай бог памяти по моему вот отсюда то есть было поглощение мы затариваемся на несколько десятков тысяч долларов здесь держим держим и вот уже вот вот понимаешь и и прикинь это все возвращается ну и выбивает по без убытку и мы сидим а потом появляется этот пин бар и мы опять заряжаемся вот сюда рынок проходит сотку вот и возвращается назад опять все выбивает ну плюс там какие-то лосики да вот потом заходит вот эта инициатива вот мы опять затариваемся и я держу до вот этой площадке видишь а нужно было держать до вот этой площадке видишь вот она вот это был то что здесь затарка серьезная была вот и вот этот возврат ставит меня в тупик я сижу короче в минусе не принимаю убыток вот эта свеча это нонфармы что я помню в октябре пятнадцатого года когда были нонфарм они стреляют срезают неделю эту недельную площадку я сижу минусах еще добавляясь рынок уходит я в плюсах думаю ну все сейчас мы полетим с этого пина до который был просто великолепный вот здесь нисходящая тенденция пин нонки вышли сильные все думаю капец этой площадке полоям 15 года и вместо этого нас на на следующий день еще пин бар подтверждающий эти шартовые амбиции и потом вот это бычье как вылезла короче и все и мы в печали начинаем крыть сделки с там с убытками вот потом заходит вот этот супер импульс здесь на хаях нет новостей пробиваем вот этих а я тут супер супер объемы здесь пытаемся скальпить не получается зацепиться следующий день еще и выбивает вот эту инициативу все я тоже помню этот день и вот это и все это вся эта натяжка была перед пресс вот этой яйца пресс-конференции и cb и мы за пару часов спускаемся спускаем все это в площадку представляешь именно вот в эту площадку куда я набирал но здесь мне не набрать позицию уже не получилось потому что короче я не помню где-то в день нет был зацеп на следующий день выбивает без убыток я стал коротить просто когда одну лосей понакормишь начинаешь аккуратничать коротить завышать объемы и коротить стоп лосса и все мне реально одна бы сделка но как минимум отбила тут не все возможности зацепиться вот и все это пошло пошло дальше но блин колоссальное напряжение здесь было просто колоссальная всю жизнь не забуду это движение я помню здесь каждый день просто вот но я тоже помню говорю это пресс-конференции cb это падение фондового рынка американского это движение вот этот гэп это выборы в греции это референдум в греции за отделением да это выступление драги все мощные движники это это все классная мощная новость и вот сегодня евре пожалуйста отлетает хорошую торт он за сегодня уже нагулял 8 почти соточку да и обновил годовой минимум так что все привязано новостям с ними торговать очень удобно интересно и не занимает много времени так или иначе так но смотрю скриночки у нас закончились вот я специально сегодня немножко порассказывал своих историй потому что вижу скринов мало как бы еще сезон отпусков продолжается вот но если не против записи от выложены на ю тубе себе посмотрят думаю будет интересно подключается к нам в трейдинг чат торгует с нами обсуждая с нами идеи вот надеюсь такие трейдеры как максим поляков будет появляться с регулярным постоянством максим я тоже надеюсь самый 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 долгий мой ученик радует меня сделками вот и будем подключать к нему управляющих инвесторов и максим будет уже у состояться как профессиональный управляющий под моим естественно неусыпным контролем ну в принципе на этом все на этом думаю разбор закончим 30 минут так мы пообщались всем спасибо до сего еще четверга и до встречи в трейдинг чате да всем пока но всем пока